Добрый день, дорогие слушатели канала ТВ Медиагрупп, Континент ТВ. Мы хотим поздравить вас с наступающим Новым Годом, еврейским Новым Годом, Роша Шана, сказать вам Шана Тува и представить нашего сегодняшнего гостя, с которым мы встречались неделю тому назад, Игоря Геффина. Итак, мы сегодня говорим о том, что и заранее благодарим вас за ваши комментарии, за ваши лайки и поддержку нашего канала Континент ТВ Медиагрупп. Игорь, добрый вечер. Да, у нас уже добрый вечер, у вас еще это добрый день. Ну, в общем, будем надеяться на что-то доброе. Да, это всегда. Надежды, как известно, еще и юношей питали тоже. Надежды, юношей питали. Юноша уже сыты этими надеждами. Что происходит в Израиле? Я слышал, 28 сентября там должно состояться что-то такое грандиозное. В Израиле не скучно. Суд начал решать, отменять или не отменять им наш конституционный закон, который им не нравится, их не устраивает. Это большое событие в Израиле. Извини, что я тебя перебил. Что значит конституционный закон в Израиле? Основной закон. Было у нас в свое время тот же Верховный суд. Протащил два закона. Очень небольшим... Очень небольшим контингентом в КНС. Где-то один прошел 30-20, другой прошел 30-0. Но это примерно соотношение сил при проведении этих двух законов. И потом, после того, как эти два закона были проведены, суд сказал, что они основные. То есть конституционные. И все, что не соответствует этим двум законам, суд может браковать, отметать. То есть конституции нету, а есть конституционные законы? Да. Есть. Этот барак, вот тогдашний наш председатель этого Верховного суда, сказал, что эти законы будут законами. То есть они как конституция. И все, что не соответствует этим законам, значит, оно не подходит, будет отвергаться. Причем, вообще это, отвлекаясь от этого, в те же годы, это были годы, когда арабин был у власти. И полным ходом шел этот мирный процесс с Арафатом. И держался он на глазах религиозной партии ШАС. И так у них это было минимальное. Но вот это минимальное бизнес-своево обеспечивала партия ШАС. Религиозная. Как только один из этих основных законов был, что это закон о свободе предпринимательства. То есть ты можешь делать все, что хочешь, по части предпринимательства. И тут же наши левые побежали и подали иск богатства, что запрет на импорт, на свободный импорт свинины в Израиль, это мешает бизнесу, это вмешательство в их предпринимательства. Значит, суд остановил, что да, нельзя запрещать импортировать свинину в Израиль. И тут же эта партия ШАС заявила, что тогда мы развалим коалицию. И никакого мирного процесса, никакой коалиции больше не будет. И тогда Рабин побежал в Верховный суд к тому же самому Баракусь. Сказал, что подняла гвалт, что делать. И он посоветовал, а ты введи в этот же закон, введи поправку, что Кнесет имеет преимущественное право при повторном голосовании превозмочь запрет Верховного суда. И так оно и было сделано. Вот так появился этот термин, превозмогающий право Кнесета исключительно к этому закону. Когда Ликут попытался ту же самую поправку привести к другому закону, тут же поднялся скандал, что это удар по демократии, это фашистское государство и так далее. Тогда Ликут отступил и от этой поправки отказался. Пока что. Ну, можно потом остановить. Пока что о ней вопрос не стоит. И вот история наших основных законов. Но это наши основные законы. И куча законов было отметено. Насколько они входили в конфликт с этими двумя основными законами. Это закон на свободу предпринимательства и закон уважения к гражданам и к его свободам. Звучит очень красиво. Вот они основные законы. И все, что противоречит им, отметается. Теперь провели еще один основной закон. Два основных закона. Поправку к судейскому. То есть попытались внести, что можно и чего нельзя делать суду. Первое, что попытались отнести, это что суд должен, что суд не имеет права отметать законы, просто потому что они ему кажутся неразумными. Вот не кажутся они суду разумными, и он этот закон отметает. Так вносит поправку, чтобы отнести вот эту вот возможность суда. Вторая поправка, это уже более серьезно, это так отдельный вопрос. Вот эта поправка сейчас обсуждается. На мой взгляд, на мой личный взгляд, это была, ну, как сказать, отмазка, отмазка коалиции перед их избирателем. Была обещана большая реформа, но они идут на подпятную, они боятся, что армия развалится, что экономика развалится, что они пытались, ну, хоть что-то, чем-то купить избиратель. Сказать, ну, хорошо, мы отметем вот это вот. Но даже этого им не дают. При том, что у суда имеются разные другие возможности отметать законы. Это не соответствует вашим это не вашей компетенции, например, это не соответствует каким-то интересам государственным, не вашей юридикции и так далее. Да, да, да. То есть есть куча всяких каких-то этих параграфов, формулировок, на основании которых они имеют возможность отметать законы. И причем Ликут это напрямую говорит, у вас же есть возможности, другие возможности отметать этот закон. Нет. А вот отказ от этой возможности это все, это уже фашизм, это уже не демократия, это уже черт и что. Вот сейчас у нас Верховный суд как раз обсуждает разрешить или не разрешить проводить этот закон. И каковы шансы? 50-50, на мой взгляд. На мой взгляд 50-50. То есть либо разрешат, либо не, ну знаешь, есть такой анекдот, такой шанс, что ты на улице встретишь динозавра. 50 на 50, либо встретишь, либо нет. Да, понятно. Ну а все-таки каким образом вообще будет решаться вопрос об отмене выборов? Насколько я знаю, 28 ноября, то есть сентября. Об отмене выборов пока никто не говорит. Говорит об отмене результатов. Да. Ну я имел ввиду результатов. Это уже второй вопрос. Был проведен Натаньягу. Они сказали, что поскольку на нем висят дела, его дела рассматриваются в суде, он не имеет права вообще касаться каких-то судебных вопросов. Это противоречит противоречии интересов. Конфликт интересов. Конфликт интересов. И тогда значит и тут начался большой балаган. Правая против левых, левая против правая, сторонники против... Анатаньягу не может вмешаться. Он как главный вообще мастер компромисса. Мастер находить какие-то эти... Он не может вмешаться потому, что это производитель интересов. Тогда был проведен и наша юрис-консульт сказала, что он не имеет права туда вмешаться. Тогда был проведен закон, что если он будет вмешиваться, то тогда его отстранят, поскольку есть конфликт интересов. Его отстранят от должности. И тогда был проведен закон, что отстранить от должности премьер-министра избранного премьером можно только на основании вот этих медицинских каких-то показаний и согласия... По состоянию здоровья. По состоянию здоровья и согласия там КНЕСа, правительства была внесена вот эта поправка. После этого Натаньяху выступил и сказал, что все, ребята, успокойтесь, теперь я этим делаю. Я теперь имею право отстранить меня не могут, я буду вести вопросы реформы. Вот тогда была подана Верховный суд петиция, что закон незаконный. Вот этот и суд решил его обсуждать. вот этот вот закон уже более серьезный. Они могут решить, отстранить премьер-министра от власти. На том основании, что у него есть уголовные дела, это противоречит интересам и так далее, и так далее, и так далее. То есть в принципе этот, если этого закона не будет, открывается возможность каждый, кто будет избран премьером, у него открывается уголовное дело, есть конфликт интересов, и он отстраняется. Пока прокуратура не согласится. То есть если прокуратура согласится с этим пределом, не будет него выдвигать обвинения, а если не согласится, она выдвинет обвинения. Суда еще не было, решений суда не было. Но есть обвинения, есть конфликт интересов. Но Но эти обвинения же уже, по-моему, около 10 лет, если не больше. Весь патент в дела Натаньяго – это особая история. Было выдвинуто 4 обвинения. Одно из них тут же сказали, что он к нему не имеет отношения, но пресса продолжала муссировать его отношение к этому делу. Скажем так, формально, было 3 обвинения против него. Дело тысячи, дело две тысячи, дело четыре тысячи. И было выдвинуто 4. По этим четырем обвинениям было 330 свидетелей. 330 свидетелей. Как показывает практика, допрашиваются по 10 свидетелей в год. 10 свидетелей в год. То есть это еще 33 года будут допрашиваться свидетелей. Даже если суд решит, знаете что, мы его оправдываем. Прокуратура всегда может сказать, что тогда мы требуем замены суда, потому что он выносит приговор, даже не выслушивает всех свидетелей. А почему 10 свидетелей в год? На каком основании? Так получается. То есть что, они дают какие-то... Есть каникулы, есть время работы. Вот как бы следствие суды же идет года сколько там, 2-3. 10 свидетелей в год. То есть получается так, простая арифметика. Если 10 свидетелей в год, минус каникулы, праздники и так далее, получается, что каждый... Нет, нет, это включая каникулы. Получается нету 10 свидетелей в год. Но получается за вычетом всех выходных получается одного свидетеля допрашивать в течение месяца. Да. Так оно и получается. Это регламент или просто... Так получается. Нет, 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 так получается. А, просто это так получается. Понятно. Теперь у защиты тоже, очевидно, есть свои свидетели. Но вообще обычно, когда ведутся уголовные дела, существует какая-то следственная группа, включающая несколько следователей, несколько юристов, которые одновременно допрашивают разных свидетелей. Если есть противоречия, начинаются... Это во время следствия. Следствие закончено. Теперь суд. Каждого свидетеля должен... Суд. Он выступает сначала, его допрашивает обвинение, потом его допрашивает защита. Ага, понятно. Да, ну... Здесь заявлено в суде 330 свидетелей. Часть из них они уже убрали. То есть отказались. Осталось примерно 200. Ну, хорошо. 20 лет. Да, я... Сейчас на Таньягу 73 года. К 93 годам, может быть, закончится опрос всех свидетелей обвинений, даже если не будет свидетелей защиты, можно будет подавать на апелляцию. То есть формально на Таньягу может оставаться на своем посту до окончания суда. Поэтому вся идея заключается... Да. Идея уже сказал начальник полиции, который тогда... Который начал все эти дела. Что мы, говорит, не ожидали, что на Таньягу... Что дело дойдет до суда. Мы не ожидали, что дело дойдет до суда. Речь шла о том, чтобы он самоустранился. Да, получил обвинение. Я самоустраняю. Дела закрываются. Как это было с Рабиным, например. А он не самоустранился. И попер рогом. И теперь, значит, дело кончится, когда ему будет в лучшем случае кончится. Когда ему будет за 90. Будет ли он в здравом уме к этому возрасту? Жить ли он будет к этому возрасту? То есть, если он выйдет оправданным по суду, то вся вот эта катавасия ляжет огромной кувалдой на голову нашей прокуратуры. Их разнесут там по кусочку. Пять выборов. Этот политический кризис. Экономический ущерб неимоверный. Такое расчленение народа. И все это ради чего? Он вышел оправданным. Их разнесут, как, я не знаю, их раздавят, как мошек. Ну, хорошо. О! Но единственный для них выход. Единственный для них выход. Он не выйдет за оправданным. Он умрет. Умрет или будет признан недеспособным. А суд не закончит. Если бы он был такой, мы бы, конечно же, доказали бы, что он виноват. При том, что сейчас уже не было еще практически ни одного свидетеля обвинения, который бы не стал свидетелем защиты. Все свидетели, которых допрашивают, они потом объявляются враждебными свидетелями и требуют обвинить их враждебными свидетелями. Ну, вообще, на самом деле, довольно интересный сценарий, который, я думаю, что в ближайшем будущем будет применен также и к Трампу. Наверняка. Я уже понял, что так оно и будет. Ты знаешь, вы же опубликовал статью этот, ну, ваш этот Фридман. Джордж Фридман, да? А? Джордж Фридман. Нет. Ну, есть Джордж Фридман, такой политический аналитик. Нет, 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 другой фильм. По-моему, его звали... Ну, неважно, неважно, Игорь. Неважно, назвали по-другому. Мы вспомнили. Так он написал, он выравнивает Путин, Трамп, Натаньяву. Вот. Это одно и то же. Это они все, это... Томас, Томас Фридман. Да. А, ну да, Томас Фридман, это... Да. Я не думал, что ты его будешь цитировать, поэтому я назвал Джорджа Фридман. У нас тут его цитируют повсюду, те противники реформы. Правда, да, он такой известный журналист, он такой... Так он, значит, написал, что все они, значит, одним, типа, одним миромазаны. Путин, Трамп и Натаньяву. Что он поэтому отказался от отпуска. Остался, значит, на посту, типа. Что для него это как разрушение этих близнецов, как разрушение германской этой стены, как Тахрир, как... Ну, на Украине этот Майдан. Да, ну, послушай, хорошо, давай вернемся к суду. Допустим, чисто гипотетически, если суд постановит отменить результаты выборов, что будет дальше? Не знаю. Перевыборы? Значит, нет. Формально, значит, тут есть такие, есть варианты, на самом деле. Есть варианты, что Натаньяву, хорошо, я не премьер-министр, я стою в сторонке. Вот этот вот премьер-министр, у него пока еще нет уголовных дел, он будет вести свои дела. То есть все равно власть останется за Аликудом? Да. Это же не отвергают партию Аликуд, отвергают Натаньяву. Ну, подожди, если отменяются результаты выборов. Результаты нет, не отменяются, они не могут отменить результаты выборов. Они могут запретить Натаньяву быть премьер-министром. Ага. То есть, по сути дела, это равноценный импичмент, который объявляют не парламент, не Кнессет, а... Не парламент, но не суд, это даже не суд. Прокуратура. А, то есть прокуратура. Прокуратура предъявила обвинение. Все. Значит, теперь он обвиняемый. Это уже новый статус в Израиле. Он уже не виновен. Пока на какой-то из демонстраций даже сказали, что он виновен, пока он не докажет обратное. Ну, хорошо, послушай. Вообще, в любом правовом государстве решение прокуратуры может быть оспорено даже в нижней инстанции суда. Вот оно и оспаривается. Вот идет суд. Суд идет. Но они говорят, что есть конфликт интересов, поэтому он не может быть принят. Ага. То есть, ну, все равно решение прокуратуры должно быть одобрено в суде? Нет. В суде решается вопрос. Есть прокурор, есть адвокат. Их мнение... Адвокат говорит, что он не виновен. Прокурор говорит, что он виновен. Их мнение равноценны. Пока суд не решит иначе. Но... Понятно. Но в этой ситуации... Пока он обвиняемый... Он же не имеет права. Он не может быть. Прокуратура не имеет права настаивать на смещение с должности. Пока не... Она именно имеет. Вот у нас она имеет право. Интересно. Здесь пока еще такого нет. Здесь... А, вы еще не дошли. Да, да, да. Ну, Израиль, в общем-то... Да, мы всегда идем впереди планеты всей. Во многих отраслях опережают другие страны. Да, да, да. Тоже, да. Это интересно. Но вот этот законопроект, который, в принципе, как раз наоборот, взят из американской политики, 25-я поправка, которая гласит о том, что можно отстранить президент, в случае медицинских каких-то соображений, по медицинских причинам. Это не законопроект. Это закон. Это закон, который... Это закон. Он прошел, голосовался в Кнессете. Он прошел. Да, инициатором был Оферкадз, если я не знаю. Да, да. Оферкадз... Это вообще такой ликудовский закон. То есть весь Ликуд его инициировал. Ну, неважно, кто там именно. Но закон прошел. Теперь богатство хочет его отменить. И ввести новый закон? Нет. А что, просто отменить? Нет такого закона. Мы его признаем нерелевантным. Нет такого закона. О чем и речь? Почему они сначала обсуждают вопрос о вот этом принципе целесообразности? Вот этот вот нынешний. Сначала они обсуждают вопрос о принципе целесообразности, который отменили. Отменили принцип целесообразности. То есть якобы суд не имеет права этим принципом пользоваться. Здесь законно-незаконно. Так сначала они отменяют эту вот поправку, что нет, мы можем пользоваться принципом нецелесообразности. А потом они будут обсуждать тот закон и признают его нецелесообразным. Интересно. Да. Интересно. Дела делаются в Израиле. То есть любыми путями, ну, собственно говоря, в Америке происходит то же самое. Похоже. То есть сегодня, кстати говоря, были предъявлены три обвинения Хантеру Байдену в связи с нарушением закона о получении разрешения на оружие. И, соответственно, через несколько дней, ну, скорее всего, в начале следующей недели Трампу будут предъявлены новые обвинения. Потому что так всегда бывает, когда что-то происходит против семейства Байдена. А обвинения против Байдена будут сняты? Нет, не будут сняты, потому что их сначала вообще не хотели предъявлять, потому что якобы прокуратура договорилась с Хантером Байденом, что он признает себя виновным в другом гораздо мелком деле, которое будет квалифицировано как мелкое правонарушение. И за это все остальные обвинения с него снимаются. Но Конгресс обратился в Министерство юстиции с требованием разъяснить эту непонятную ситуацию. Судья отказался признать признание и договор с прокуратурой Хантера Байдена. Дело отправлено до следования. И вот сегодня ему предъявили три обвинения, связанных с нарушением закона о хранении и получении разрешения на оружие. Так что посмотрим. Обычно всегда подобные обвинения официальные, которые следуют из Конгресса, из комиссии по надзору, из юридической комиссии против Хантера Байдена или против президента Байдена, заканчиваются тем, что через несколько дней Трампа предъявляют новое обвинение. Так что... Ну, это немножечко другой механизм. У нас обвинения, которые предъявляют нужным людям, проверено, обнаружено, что ничего нет. Ага, понятно. Ну, в принципе, если посмотреть вот на эту коалицию, которая... Мое мнение, что вот эти вот большие сторонники нашего Верховного Суда, если посмотреть, у них у всех есть какие-то дела. Незакрытые, недооткрытые, открытые, но не продолженные. У всех, на всех есть дела, висят на Либермане, дела висят на Сааре, дела висят на Ганце, дела висят на... Висели на Беннете. И причем, например, на Ганце явное, откровенное дело. То есть он, там было это дело о пятом измерении, что его армейский друг, тогдашний начальник полиции, отдал ему без тендера. Заказано 50 миллионов. Мало того, значит, там были какие-то данные, секретные, участвовали в этом деле, участвовали данные на израильские граждане, практически на всех. Они были переданы партнеру Ганца, партнер Ганца сейчас под санкциями, под американцами, то есть переданы Путину. Было много обращений в суды, сказали, что мы расследовали, ничего страшного нет. Было в 2014 году, началось, судя, это журналистское расследование о сексуальных преступлениях Сара. На мой взгляд, ему, неважно, ему подсунут. Он был в баре, какая-то девочка, он ее, он с ней переписнулся в туалете в этом баре, оказался она несовершеннолетний. Она не должна, там не должны были пускать несовершеннолетних. Он, очевидно, не знал. Мое подозрение, что ему подсунули. Но ему подсунули, дело было. В 2014 году он ушел. Министр просвещения. Он был министр просвещения. Вдруг он ушел. Ушел из КНЕСТа, ушел из политики. Покрутился три года, потом дернулся. Дернулся и стал активным таким противником на Таньяку. Сначала внутри Ликуда, потом ушел из Ликуда. Сейчас он уже у Ганца и так далее. Все говорят об этом деле. Никто это дело не расследовал. У Либермана, там вообще смешно, всех вокруг него посадили. Всех. Либерман в своей партии полный диктатор. Он знает все, он сажает людей, он убирает людей, он назначает людей. А он не виновен. Дочка у него после армии где-то в 19 лет вдруг заработала 2 миллиона. Это консультация. Его водитель заработал еще 2 миллиона. Это консультация. Каких консультациях? Никто не расследует. Да. Так делается дело, так будет и у вас. На консультациях. Ну, хорошо. А как продвигаются дела, связанные с судебной реформой? То есть мы поговорим сейчас об отрицательных факторах, антинатаньяковских. Никак. То есть это все... На мой взгляд, Ликуд уже отказался от этой реформы. Он уже отказался. Ему нужно чем-то отмазать. То, что называется по-русски отмазка. Отмазаться от своих избирателей. Мы провели какую-то. Чтобы он мог сказать, мы что-то провели. И для этого он проводит вот этот вот закон о нецелесообразности. А вот ныне статуса нецелесообразности. Когда есть десяток других статусов, которые всегда можно применить. Можно и новые придумать. Ну, вот мы отменяем этот... И этого ему не дают. То есть вся борьба сейчас вот по этому поводу идет. Нет, мы тебе ничего не дадим. Ты на четвереньках, ты ползешь и полежешь. Ну, но ты не тот человек, который... Нет, не тот. Не тот. Он, товарищ, зловредный и хитрый. И неизвестно, где он выйдет. Он может прогнуться, может это... А потом вылезет в другом месте. Знаешь, есть такое у моряков... Когда у моряков есть такой... Такая поговорка, когда... Как отзыв о ком-то. Что он добрый, улыбающийся, веселый. Но однажды утром ты просмешься, у тебя будет очень болеть попа. А он будет стоять над тобой и улыбаться. Ну, да. Моряки, моряки. У них юмор своеобразный. Но дело не только в этом. Тут в Америке тоже кое-что происходит, связанное с Натаньягу. Потому что, как известно, он скоро должен посетить сессию ООН. И также во время визита президента Израиля в Америку Байден связался с Натаньягу и пригласил его. Встреча назначена на сентябрь. Есть какие-то сообщения по этому поводу в Израиле? Очевидно, встреча с... Смотри, Байдену для выборов. Для выборов нужно какое-то достижение. Таким достижением может стать договор между Израилем и Саудовской Арабией. Без Натаньягу такого договора не будет. С одной стороны. С другой стороны, он его не приглашает в Белый дом. То есть, тут, я думаю, идет конфликт между Байденом и его администрацией. Ну, Байден, я думаю, уже далеко не конфликтный человек. Потому что... Он не конфликтный, но тем не менее... Нет, он не может пойти поперек. Администрация не разрешает ему пригласить его в Белый дом. Он уже открыто заявил во время своего выступления в Вьетнаме, что он выполняет приказы. Не знаю, в здравом уме это было сказано или нет. Но, как известно, в каждой шутке есть доля шутки. Но тут дело не только в этом. Стало известно, что Натаньягу якобы заявил о том, что он хочет встретиться с Илоном Маском. Да. Да. Он тоже, ты скажешь. Да, он должен был посетить Сан-Франциско и официально заявил об этом. Так незамедлительно последовала реакция от некоторых представителей еврейской общины в Америке. Например, антидеформационной лиги, которая обвинила совершенно без всяких оснований. Агульно обвинила Илона Маска в антисемитизме. А почему его обвинили в антисемитизме? Потому что Илон Маск решил судиться с Соросом. Сорос, который, как известно, мягко говоря, не только не поддерживает Израиль, а наоборот борется против Израиля, спонсирует различные организации сомнительного толка. Опять же, мягко говоря, антиизраильские, включая БДС и прочие еще более серьезно настроенные против Израиля и против евреев. И вот в этой ситуации они заявили о том, что как это вообще премьер-министр Израиля и еврейского государства встречается с человеком, которого мы обвиняем в антисемитизме. То есть их обвинение в антисемитизме основано только на том, что Илон Маск предъявил претензии и, возможно, судебный иск Соросу, который, как известно, во время Второй мировой войны занимался мародерством еврейских семей, которые были депортированы в Освенцим или которые погибли на берегу Дуная. Как в Израиле комментируют это событие? Никак. Сообщили, что да, было как не связано, решайте сами. Было сообщение, что он собирается встречаться с Маском. Было сообщение, что эта лига признала его антисемитом. А дальше вы сами решайте. Но я знаю, что у нас и венгров обвиняют в антисемитизме именно за то, что они не за то, что они делали во время войны, а за то, что они вот так вот против Сороса. Ну, собственно говоря, у них есть основания так относиться к Соросу. Ко всему прочему, венгры были разные, как мы знаем. И у нас тоже есть к Соросу. Был адмирал Хорти, который пытался противоборствовать о депортации евреев из Венгрии. И который, как известно, был вынужден под давлением Гитлера уйти со своего поста, когда Скорцени похитил его сына и привез его в Берлин. И просто поставили условия. И вот тогда, когда пришел Салаши, вот тогда начались погромы. Тогда начались депортации. И за эти неполные полтора года был уничтожен 80% населения, еврейского населения в Венгрии. Да. Да. Но часть населения, кстати говоря, Хорти удалось спасти. Хорти, да. Да. А Салаши... Выслали куда? В Швейцарию они выехали. Да, и потом, кстати говоря, после войны Хорти не был обвинен в преступлениях, в сотрудничестве с нацизмом. И более того, некоторые еврейские общины Южной Америки помогали ему материально за его... Если говорить о тех временах, больше всего спасали евреев, действительно так, реально спасали евреев, без всякой связи. Это как раз фашисты. Это... Это Муссолини и Франко. Хорти. Франко, кстати говоря, вообще тоже не были предъявлены никакие обвинения в сотрудничестве. Он сразу заявил о том, что он не будет поддерживать коалицию. Он также не разрешил Ромелю высадиться через Талтарский пролив, высадиться в Северную Африку, что на самом деле спасло, возможно, спасло еврейское поселение в Палестине. И сказал, что он будет участвовать только на определенных участках фронта с бойцами Красной Армии, которые участвовали в гражданской войне Германии на стороне... Да, я знаю, я знаю. Есть переписка, я читал переписку Франко и Муссолини, где Франко жаловался Муссолини. Ну, смотри, на меня Давид Гитлер требует, чтобы я выдал ему евреев. И Муссолини ему писал. Делай так, как делаю я. Говори, что это в процессе. Да. Но, хорошо, давай вернемся к Израилю. Вот скажи мне, все эти демонстрации протеста антиправительственные, антинатонияговские, они продолжаются или все это пошло на... Они продолжаются, они идут на убы. Смотри, я думаю, что он не кончается в день. В начале демонстрации были, просачивалась информация, что многим из демонстрателей просто платят за участие. А теперь просачиваются, что, скажем там, просят пожертвований, причем расценки за встречи с лидерами демонстрации столько-то, за публикацию столько-то. То есть, это все проплачено, ну, скажем так, наполовину. А половина – это идеологизированные люди, там, рак, только не библия. Вполне может быть, что и не наполовину, потому что, например, когда начались все эти беспорядки, когда они были на волне, так сказать, сенатор Тим Скотт выступил в Сенате с заявлением, что у него есть информация о том, что Госдепартамент поддерживает антиправительственные демонстрации в Израиле и спонсирует их. Была объявлена сумма даже по документам, которые были в распоряжении сенатора. Эта сумма была не такая значительная. Всего 10 тысяч долларов. Но, возможно, не все документы попали в руки сенатора. Такой вариант тоже вполне возможен. Возможно, возможно, им сели на хвост. И тогда они действительно сократили свое спонсирование. Теперь на демонстрации выходит несколько сот человек вместо нескольких десятков тысяч. Но они выходят. Проблема не в том, что они выходят. Проблема даже не... Смотри, во-первых, проблема в том, что полиция постепенно начинает входить... Начинает приходить к выполнению своих функций. Когда тебе несколько десятков или сотен человек перекрывает главную трассу. Они выходят, они там демонстрируют. Они ложатся. Ложатся, садятся, махают флагами и не дают тебе проехать. Во-первых, уже появились такие раздраженные водители, которые просто на них наезжают. Скажем, пока без серьезных травм, но проскакивают. Были те, которые морды били. Ну и полиция начинает активизироваться уже по этому поводу. Поскольку это уже не много тысяч. Это несколько десятков, несколько сотен перекрывает. Так их можно убрать. А как насчет врачей и летчиков? Это более серьезная проблема. Врачи пока затихли. Я не слышу врачей больше. Пока слышны из армии, что а мы не будем летать, а мы не будем работать, а мы не будем... Ну пока нету реакции. Пока что армия функционирует. Пока все эти армейские наши генералы говорят, что готовность армии 100%, то есть она пока не уменьшилась. Пока с этим все в порядке. Есть проблема, смотри, с экономикой, потому что когда все вопят, а мы выйдем в ДИЗ, мы уберем деньги, мы уберем бизнес, мы закроем то, мы не будем работать, мы не будем то. Экономика вибрирует. И это влияет на нее. Тем не менее, шекель укрепляется постепенно относительно доллара. Инфляция падает. Да и вклады растут. К нам вкладывают. Есть во что вкладывать. Ну хорошо, на этой положительной ноте, я думаю, мы закончим сегодняшнюю программу. И еще раз поздравим наших слушателей, читателей с наступающим Новым годом, который начнется завтра вечером, в пятницу, 15 сентября. Благодарим Игоря Гефина за подробную информацию о том, что происходит в Израиле. И встретимся с вами ровно через неделю. С вами был Игорь Гефин и я, Игорь Туфин. Всего хорошего. Санатова, шанатова, бахатиматова. Санатова, бахатиматова. О догмар, просто хатимар. Гмар от Баюнки Пуфин. Да. Мы хотим Всего хорошего. Всего хорошего. До свидания.